МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У ВЕЦЕ распачалась подрыхтовка до будовництва блока плавальных бассейнов. Сгодно с распоряджением президента Беларуси Александра Лукашенки, 1 млн рублёв на ГТМ-эты выдаткованы из резервного фонду керувника державы. Плавальный бассейн – социально значный объект, якого у ВЕЦЕ ранее не было. Будовництво плануется завершить сё лето. Объект будзе размещены каля центрального городского стадиона, что дозволить створить у ВЕЦЕ сучасный спортивно-оздоровленчий комплекс, различанный на жахару усих узростов. Эквадор у минулым годзе стал одной из наиважнейших нафтоздабывающих пляцовок «Беларуснафты». За год тому створено 5 высокопродуктивных сведравин. За сутки здабывается до 350 тонн чорного золота. Почас реализации проекта беларуские специалисты провели у Эквадоры широк доследований. У вынеку открыты 3 залежи и отрыманы новые дадзины об запасах нафты. На их основе рекомендованы добурэнни ясше неколькі сведравин. Буддаўніство першы распачалося у красавяку минулого года. Пятое завершено у Снежні. По попередніх дадзинах яны складаюць до 100 мільйонов баррляў нафты. Контракт поміж Эквадорамі Беларусі различаны на 16 гадоў. Неглядзічы на халодные надворье, Гомельскай в області не адзначаецца падъему узровню захворвання на грыб і вострые респіраторны инфекции. Аб гэтым паведаміли ў областным центры гіены, эпідеміології і грамадзкага здароўе. Звычайна, эпідемічны уздым адбываюцца на праканцы студзіня падшатку лютага. Аднак сёліта абстановка заховываецца стабільны. Спеціалісты ўпэўніны, што дзякаючы праведзіной вакцинаціе надзвычайна сітуація не стане. Нагадаем, при шэпкі сёліта зарабіла 40% насельніства регіона. 25-га студзіня ў країні пройдзі адзіны дзень прававога інформавання. Загэты нагоды Федерація правсаюзов Беларуся організую бесплатны юридычны консультацы па ўсёй країні. Прававые інспекторы працы провядуць приёмы грамадзян ў аб'яднанніх правсаюзов і на прадприємствах. Так ў Гомелем на пытані грамадзян адкаже галовны прававый інспектор працы Республиканскага комітэта Беларускага правсаюза работнікал транспорту і коммунікацій Наталя Шпаковская. Приём пройдзі з 10.30 до 12.30 на базі Гомель Абл Аутотрансу па адрасі Праспект Рэчэцкі, 7А. Пра інше місце і час приёму можна давідацца па номеру телефону у Гомелі 32 90 85.